А вот теперь вот смотрите, на ситуации с этим парнем, его ищут, насколько для него важно, чтобы люди, которым он доверится, чтобы они были надежными, насколько это важно, насколько важно иметь такого человека, которого ты, не задумываясь, у тебя вот не возникнет ни йоты, сомнения, что он может тебя где-то предать. А, кстати, еще важная тема, чуть не забыл, самую важную тему этой недели. Значит, когда это было? На прошлой неделе, да. На прошлой неделе один житель Чеченской республики сжег НИУ с номерами в Дустом. Была громкая история, я об этом публиковал, в прошлом эфире мы с вами об этом говорили. Так вот, значит, все это время кадыровцы искали этого парня. Они как-то решили, что сжегший эту НИУ парень, это, значит, житель селения Старые Атаги, и его фамилия Эль Мурзаев. И, естественно, по уже наработанной своей методике кадыровцы похищают всех членов этой фамилии Эль Мурзаевых, из селения Старые Атаги. И на протяжении нескольких дней они их держат в УМВД по городу Грозный. Это не только молодые люди, там старые люди, инвалиды. Они реально похитили стариков и держали их несколько дней на территории УМВД по городу Грозный. И вот, значит, позавчера они, я получаю информацию, что все члены этой фамилии Эль Мурзаевой, они отпущены. Их улица селения Старые Атаги оцеплена, и там происходит съемка какого-то видео. В общем, я об этом публикую, мы ждем видео, и появляется, значит, видеоролик, в котором семью Эль Мурзаева заставили, значит, сесть полукругом. И по очереди все эти взрослые уважаемые люди начинают, значит, ругать меня и своего родственника, который, по версии кадыровцев, совершил поджог этой Нивы. Важный момент. Сам этот парень, смотрите, я не знаю, реально он это сделал или нет, но этот парень сам не попался, то есть он не в руках у кадыровых. И кадыровцы на протяжении нескольких дней, удерживая Эль Мурзаевых, они, естественно, таким образом пытались заставить его прийти. То есть это такой, был такой обмен, предложение обмена, мол, если ты придешь, то мы отпустим твоих родственников, а так мы их будем мучить. Но это не сработало, парень, видимо, на это не купился, они не смогли его заполучить, тогда они отпускают этих Эль Мурзаевых и заставляют их снимать ролик. Но, что интересно в этой истории, естественно, что сразу у всех возник этот вопрос, при чем здесь Тумсо? У меня у самого возник этот вопрос, при чем здесь я? Почему каждого из этих Эль Мурзаевых заставили, помимо ругания собственного родственника, ругать еще и Тумсо Абдурахманова, говоря, что вот это он, что-то там, как будто бы этот парень, джегший Ниву, он действовал по моей указке, как будто я выбрал машину, я дал какие-то указания. По всей видимости, либо кадыровцы решили просто давайте сделаем ответственного какого-то одного, а не какой-то абстрактный запад там или сидящих там, значит, блогеров, какие-то каналы. Давайте возьмем конкретно одного и, может быть, там как-то выбор пал именно на меня. Может быть, это связано с тем, что я был первым, кто опубликовал это видео, может быть, поэтому они решили, что как-то нужно именно в мой адрес это все накидать. В общем, как бы там ни было, я очень рад, что сам парень, совершивший этот акт, не находится у них в руках, то есть ему удается на протяжении уже более недели не попасться. И это очень круто. Значит, этот парень, когда он шел на этот шаг, он уже заранее подготовил для себя какой-то план, как скрываться, как действовать, чтобы не попасться им в руки. Сам этот парень совершил этот акт для того, чтобы показать Кадырову, Кадыровцам, всем нам, всем людям, которые живут в республике, живут за пределами, все те, кто думает, что народ запуган. Там Кадыров, которые думают, что ему удалось людей запугать, там Кадыровцы, которые делают все возможное, чтобы этот народ запугать. Люди, которые реально запуганы и думают, что вот все запуганы и нет никакой активности среди чеченской молодежи. Он совершил этот акт и показал, что нет среди людей, проживающих в республике, среди молодых людей и немолодых, есть еще вот эта протестная активность, есть люди, которые готовы действовать. И в общем, если до этого те, кто, там немало было тех, кто и до этого на какие-то подобные акты шли, но если они сразу либо погибали, там, либо сходу попадались и потом заставляли там извиняться, то здесь прецедент такой, что этот парень сделал, все это заснял, успел это все прислать, чтобы это было опубликовано, сделал даже там кое-какие объяснения своим действиям и на протяжении долгого времени не попадается. И иншаллах не попадется, иншаллах ему удастся оказаться в безопасности, если он еще не оказался. И это говорит о том, что у него есть и помощники, люди, которые его покрывают, которые ему помогают, если бы этого не было, сам он не смог бы столько времени не попадаться. То есть это говорит о том, что есть люди, настолько ненавидящие их, и которые не просто у себя в сердце это хранят, но еще и кто-то действует, кто-то помогает тем, кто действует. То есть это на самом деле очень такое, в этом очень много полезной, такой приятной для нас информации. Поэтому я призываю наших братьев и сестер делать дуа за этого парня, чтобы он, чтобы Аллах помог ему, чтобы Аллах уберег его, чтобы Аллах сохранил его, чтобы Аллах послал ему надежных помощников, братьев, сестер, которые ему помогут и его не предадут. И чтобы Всевышний Аллах обезопасил этого парня. Видите, одним из самых важных качеств мусульманина, я вообще человека, а для меня вообще самым важным является надежность. Надежность это та вещь, которая с тобой с малых лет ты начинаешь работать на свою эту репутацию надежного человека. И если в течение своей жизни ты один раз как-то эту репутацию испортишь, ты кого-то предашь, где-то ты проявишь недостаточной ответственности как-то, то ты вот все то, что ты на протяжении жизни нарабатывал, ты все это теряешь. То есть это настолько важное качество, и особенно сейчас, в нынешнее время, это вещь, которая самая, почему я говорю, что для меня это самое важное. Потому что когда ты оказываешься в ситуации, когда доверие к человеку для тебя это основной показатель, то ты понимаешь, насколько важно быть надежным. И эта надежность, она, видите, она во всем финансовых каких-то отношений. Когда у тебя есть сосед, брат или друг, которому ты можешь, не переживая, просто там, да и ты миллиардер, например, и ты можешь ему положить этот миллиард, сказать, оставь у себя, мне нужно уехать, и когда я вернусь, я у тебя заберу. Что ты не переживаешь, ты знаешь, что ты вернешься, и твое имущество, твои деньги, что бы это ни было, что ты доверил, это будет ценность и сохранность. А теперь подумайте, там, где вы живете, есть ли у вас такой сосед, которому вы, не задумываясь, оставили бы крупную сумму денег, какое-то крупное имущество недвижимое, движимое, машину могли бы, там, дорогую, например, у него оставить, не переживая, что он на эту машину не сядет, там, куда-то не поедет, не разобьет ее, сыну там своему не отдаст, чтобы тот поехал на свадьбу где-нибудь, горцанул. Если у вас есть такой сосед, брат или друг, то вы счастливый человек. Мало сегодня людей, у которых такие есть. И если ты живешь, например, в таком месте, где у тебя такой сосед, то просто из-за этого соседа нельзя ни в коем случае оттуда переезжать. И настолько, если даже, там, у тебя какое-то суперпредложение или, там, что-то случилось, то тебе этот сосед настолько для тебя дорог, настолько он нужен тебе в твоей жизни, что тебе лучше, там, пожертвовать какой-то выгодой, но остаться, жить рядом с ним, потому что это очень великая ценность в нашей жизни. В общем, я это к чему? Берегите свою репутацию, будьте надежными. И мусульмане, и немусульмане, тем более, должны в мусульмане видеть надежность. Они должны понимать, что этот человек, он муслим, значит, он не предаст. Значит, от него ожидать какой-то подлянки, там, какой-то подлости, что он что-то где-то тебя обманет, где-то не следует. Это априори, этого быть не может. Вот такая должна быть репутация мусульманина. К сожалению, ее сейчас нет. Работайте над этой репутацией с малых лет. С малых лет берегите то, что вам доверено. Относитесь к этому с еще большим трепетом. То есть, если вы там к своей какой-то вещи можете проявить какую-то беспечность, то к той вещи, которая вам доверена, вы не можете ее проявить. Один раз вы что-то понимаете, такое сделаете, и где-то кто-то, кто от вас пострадал, он скажет, что тогда-то была ситуация, я ему что-то доверил, а он проявил беспечность. Это удар по вашей репутации. Завтра кто-то другой не захочет вам доверять, понимаете? А вот теперь вот смотрите на ситуацию с этим парнем. Его ищут. Насколько для него важно, чтобы люди, которым он доверится, чтобы они были надежными, насколько это важно? Насколько важно иметь такого человека, которого ты, не задумываясь, у тебя вот не возникнет ни йоты, сомнения, что он может тебя где-то предать. Ты ему, ты не задумываясь, пойдешь к нему домой, там, или, я не знаю, позвонишь, или как-то выйдешь с ним на связь, не задумываясь о том, что он может тебя предать. Рассказать там, что ты с ним связывался, понимаете? Насколько это для него важно. Поэтому старайтесь быть такими людьми, чтобы ваши соседи, ваши братья-друзья видели в вас такого надежного человека. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»